здравствуй дорогой зритель продолжаем выживать игра help will come tomorrow сложность житель сибири максимальная если не смотрели прошлую серию посмотрите там я проводил расчеты что жизнь у нас налаживается и в принципе сегодня 9 очков у нас а нам надо было там 7 что ли всего так что сейчас должно хватить на все значит нам надо построить тут вот кусок карантина как он называется маленькая лохань вот эту построить штуку чтобы подлечить ей ножку так это минус 2 действия минус 2 дальше нам надо накормить всех и напоить причем у нас еда то есть для готовки нам нужна вода воды у нас немного и причем у нас еще и жажда так что нам надо варианта у нас два либо сбегать на речку за водой либо попытаться сделать большой фильтр давайте пока плесень спалим есть мои точно него мы что приличные все люди собрались так 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 либо сбегать на речку вот эти два в принципе 3 и 2 они могут вот здесь все три пробежать клетки и цапнуть там девяток воды девятку воды там они приносили и нам девятки примерно хватит потому что у нас 4 уйдет 1 у нас есть и того 10 4 уйдет на суп и будет еще 6 всем по разу дать снимет по двадцатке будет 40 но 40 тоже много как бы 40 тоже много но еще на следующий день до следующего дня дотянут главное что уже тут не будет раны не будет раны здесь значит у нее завтра будет уже три действия потому что голод мы снимем полностью у меня тут сколько 30 вообще закроется совсем здесь 62 минус 40 тоже 22 сюда упадет в общем голод мы порции супа 1 снимем у всех а воды надо по две порции значит 8 воды надо и 4 на суп 12 воды а наш слабый фильтр дает всего три смыли бы 4 действия потратим на топку воды а это прям сильно расточительно либо попытаемся построить фильтр большой для этого нужен уголь либо сбегаем на речку и попробуем там нахапать воды как-то так ну давайте начнем с того что построим маленькую лохань она нам по-любому нужна потому что без нее мы не можем подлечить ножку нашей принцессе так сколько 8 причем сразу солидную 2 глин это вообще не вопрос так минус 5 оба поранился поранился криворучка у нас вот это была девушка но поранился почему-то мужичок теперь мужичка тоже надо лечить причем в голову получил вот и дурень то ухты причем такое сильное кровотечение у него сразу вот и дурень то рано головы перебежите рано кровотечение но но ты вадим и бестолочь так давайте посмотрим что стоит компресс от обморожения двойную тряпочку просто и все блин а а смысл тогда отдельно делать для него конструкцию если вот здесь вот была перевязка ран нам нужна тряпка 1 нам нужно тряпка 2 нам нужно две тряпки теперь чтобы вот этих перебинтовать особенно вот этого чудика искалечного да и у этой уже давно обморожение тоже ее бы тоже так нам надо две тряпки тряпки у нас вот тут и вот тут причем их надо две значит нужно сначала здесь хапнуть потом здесь хапнуть а здесь кстати фильтр смотрите уровень риска средний фильтр и уголь можно сунуться сюда за углем раз два три шаг то они сделают и сделают три поиска но вот проблем в том что я хотел за водой вот туда вот сбегать как раз вот на вот этот маршрут их хватило бы они бы натащили нам воды и всей прочей шняг но в основном вода нужна а ситуация теперь повернулась так что нужно теперь тряпки значит надо бежать за тряпками но если бежать за тряпками то проблема с едой никуда не денется с водой никуда не денется вот так вот не очень удачно произошло то есть я-то считал что все построим сейчас и вылечим деваху всех напоим накормим даже если ходить никуда не придется и и у всех начнется все хорошо а вот и нет а вот и нет кстати я опять забыл использовать нож вот здесь хотя вряд ли бы ножом он вообще убился бы наверно так 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 в крайнем случае мы сейчас натопим воду выпьем ее пожуем грибов а у нас нет грибов нас а это пить по десяточки дайте овощи дадут эти овощи дадут по десяточки а по десяточки голод во второе деление только упадет что тоже не очень хорошо но мы может быть найдем здесь нет мы здесь еду никакую не найдем вот здесь грибов немножко еще подобрать получится и может быть здесь что-то кроме угля так теперь главное потратить эти действия их очень аккуратно 3 и 2 по возможности что-то оставить чтобы вернуться и натопить 2 бы 2 бы 10 бы сохранить на 2 вряд ли получится потому что по выходу останется 12 2 из 3 вряд ли сохранится но может это день еще потерпит засада ладно по-любому надо идти за тряпками по-любому за тряпками потому что с этим с красным то вряд ли он сможет долго терпеть да и у него одно действие завтра всего останется мы хотя у нас есть уход можно будет кем-то другим его подлечить даже если он в обморок грохнется или все-таки дернуть за водой еще на день отложить все это лечение выводу хлади 16 процентов всего очень как мне не нравится это как же быть как же быть найдут ли они 11 воды скорее всего нет помогите я истекаю кровью да я понял у нас с водой то 3 туда было и максимум мы приносили 9 10 воды нам но почти всех на всех почти хватит 2 не сможем мы не сможем жажду убрать у двух но на следующий день зато у нас не будет ни голода да не будет ни голода но и воды опять не будет снова нужно будет вода а так мы может на следующий день фильтр сможем сделать хотя на него тоже тряпка да мне вообще большая нужно холстом 3 холста надо сейчас чтобы перебинтовать нам бы конечно холст по порезаны куски на тряпки на маленький один а 2 пустить в дело потому что здесь маленькая тряпка и здесь маленькая тряпка нужно ей и ему значит если мы порежем холст у нас будут маленькие и двух холстов нам хватит насколько стоит построить мастерскую много много дерево да а вот временным решением не так уж и много 8 а у нас 10 тут 6 тут абсолютно если дерево дерну солидное хотя мы можем и в солидное залезть девять шишнуков можем залезть в солидное построить на завтра порезать один холст на тряпки тогда два холста нам хватит на фильтр на лечение вот этих двух но одна стройка это тут по минусам да а вот эти должны притащить именно два холста ладно нам по любому идти за тряпками поэтому отправим все таки их 1 вода 1 еда покормим до завтра доживут посмотрим идем за тряпками так но ребята на вас вся надежда так не потеряли найди два холста взяли да взяли два холста сразу отлично если сейчас на соседней клетке возьмут еще один холст мы можем даже растранжирить тряпьё это не резать ну то есть не делать верстак чтобы не резать а просто холстами всех обмажем так обыск не потеряли а фиг там за два холста в предыдущем гексе в этом гексе холста нет вообще так ну и давайте попробуем угля хапнуть и вернуться если сейчас действие не потратится нет угля нет угля но есть тряпка кстати какой-то ламповое масло 7 лезвий так угля нет плохо тряпок полно в принципе нам теперь не надо резать холст значит мы можем сейчас не строить верстак тогда у нас можно сохранить рискованный вон там наверно уголь да и тут рискованный но даже разве это не для угля такая была тема маленький вагончик а я как-то находил угол или может это вот тут было риск 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 дело благородное конечно как говорится но есть и другая поговорка я не трус я боюсь давайте посчитаем у нас тряпки 4 все лезвие полно веревка полно тряпка полно три действия тут до два действия тут значит если они возвращаются у нас остается раз два пять действий раз подлечиться два подлечиться а здесь вода еще на перевязку уйдет последняя и у нас будет три действия два действия накопить накипятить накипятить две воды будет 6 одно действие сварить суп всех покормить и одно действие двух напоить в принципе да ладно фиг с ним с углем потому что в этот день мы все равно не будем строить фильтр и нам уже не нужно строить эту штуку поэтому мы сейчас их подлечим чтобы они точно не крякнули давайте возвращать нашу экспедицию идите домой да вы справились вы молодцы а теперь давайте справим вот этих так перевязать рану да а подожди там счет чистить у него до или нет перевяжите рану ну просто перевязать значит иди сюда перевяжи рану себе перевязка раны 1 вода и маленькая тряпочка да одиночная минус 5 здоровья а рана не перевязалась да вот и это ладно будешь терпеть тогда до завтра так тебе компресс это морожение ладно мы завтра сходим если что еще раз все эту вылечили отлично еще раз что ли попробовать его замотать у него нет действий на мы можем потратить чью-нибудь чужое действие через уход так этого сюда каличного этого сюда даже дитя уход тряпку не тратит да ладно так персар скоротечение терять здоровье при любом действии перевяжите рану или примите действие ухода можно даже без тряпки что ли и останется одно действие но нам не хватит на суп тогда воды не хватит воды на суп ладно день потерпит я надеюсь кипятим две воды делаем суп и пьем воду завтра его будем лечить потому что если мы сейчас его полечим у нас будет суп на три порции и у нас кто-то завтра офигеет от голода хотя это не сильно голодна три порции нам супа вот на вот этих хватит но жажда если два раза по кипятим у нас две воды останется лишних мы сможем напоить бабушку и сможем напоить вот эту например и будет или вот этого напоить чтобы завтра у них было по три действия они пойдут притащить нам уголь например например уголь нам притащат чтобы нам сделать уже вот тут хороший фильтр или где он я не знаю где он будет я еще не строил хороший фильтр никогда поэтому без понятия очень не нравится что совсем вот эта красная фигня ладно давай тройным супом и с тобой обойдемся тройным супом а также нажать уход так ну давай проверим плюс 30 любовь к нему видите как и боевой дух вырос и усталость снялась и в итоге эта фигня пропала и тряпка не потратилась то есть перематываться рану головы вообще перематываться ему самому было особо бессмысленно как я так думаю сейчас ладно троих кормим принцессу нашу не кормим а она у нее голод не сильный а вот без воды конечно 60 но 80 ладно завтра решим вопрос с водой я надеюсь я надеюсь что завтра мы это так это на гриле вареная еда вкусный суп а я это что-то мне кажется я ошибся а нет овощи нет нормально можно да можно сделать что я думал по рецепту не прокатить сейчас прокатить все по рецепту кстати проверим вкусный суп раз его делается три из большего числа компонентов я проверял на помощь так но вы самые голодные значит вас и кормить особо можно не рассматривать голод 62 дам раз на полтинник да ты вкусный суп снимает 50 тот которого три порции 4 порции снимает по 40 то есть вкусный суп он половче и получается поэтому его меньше ну хорошо значит сейчас этих всех вообще насытили нормально а этой можем дать чего нет 30 до дадим ей грибочек на раз он уже тухленький значит он снимет меньше десятки но нам и надо то копье снять а нет 20 все равно снял значит от свежести не зависит раз в два кружечка это 20 хотя иногда не снимается 20 непонятно так и остался только жажда у нас которую мы собираемся завтра ну кстати суп снял тоже по 7 а не по 7 кстати побольше снял жажды было по 60 хотя наверное по 7 65 ну все все вот так что еще в костер подбросить можно да наверно есть какая нить шняга жалко все мне давайте посмотрим на чистокол конструкция и дерево можем завтра построить чистокол временный конструкция конструкция дерево 10 дерево 8 6 у нас да но можем либо чистокол завтра сделать либо сделать вот эту фигню а ну и фильтр вообще-то хороший было бы а ну здесь тряпка в конструкцию все что угодно сможем завтра построить поэтому хвою можем одну припалить все на 30 процентах оставим никто не мерзнет этот немножко устал да чувак ну так и иди спать тогда что ты сидишь тут устал отдохни а ты чё вылезли чучело не мучило а простите не нажал все завтра я думаю у нас будет ну вот из-за жажды наверное будет минусить но по 2 то точно будет действие тогда попробуем еще раз за углем сгонять либо будем сидеть топить воду либо сбегаем туда сейчас посмотрим и вот у нас должен быть сейчас день 8 ладно дождем всего начала бабская болтовня что кому суждено классная борьба паранойя сергей давайте искать лучшее убежище все темы не знаю вот болтовню бабскую давайте вы опять кашляете коронавирус я болен так что это нормально что я кашляю простите меня но я думал что вы слишком себя жалеете мы все страдаем одинаково нам всем холодно и все простужаются кстати я не скрываю что издаваемые вы мы вот ее мое вами звуки не помогают во сне огрызнись согласиться давайте согласимся не будем ругаться я знаю дитя мое я очень стараюсь бороться с этим но болезнь сильнее меня минус 8 ах ты неблагодарная я не хочу быть грубой но я просто напоминаю что все странно да все в курсе что ты если бы я была в вашем возрасте я бы вероятно чаще бы думала прежде чем говорить да не хотели огрызаться а толку извините я не знаю как вы выдерживаете этот кошмар да давайте я не знаю что бы я сделала если бы подверглась таким испытаниям в вашем возрасте плюс 8 помирились поругались помирились да тема называлась бабские разговоры давайте перейдем к обломкам нет не надо давайте договоримся но вот эта пустая тема тоже уже была промотаем договоримся нет нельзя договориться поругались на минус 8 эти люди всех убили все забрали а попробуйте в одиночку нет не надо спуститесь на землю еще минус 10 но боевой дух вырос ой я боевой дух в лагере как упал вот интересно что будет когда боевой дух лагеря упадет в ноль в этот раз дух персонажей как бы поддерживается в основном нормально а вот общий дух лагеря уже мне кажется сейчас там будет критичен как бы они потом не разошлись то встанут и пойдут на все четыре стороны как раз их четверо да так трешка есть двушка 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 ну в принципе да в принципе ожидаемый результат из-за высокой жажды вот это потеряла этот потерял забывал духу он постоянно ноет это тоже боевой дух потерял сейчас в фиговых наших беседах но в целом вот эту сейчас нужно только от жажды спасти потому что она не хлопнула из обморок сейчас и ура восьмой день все живы 9 очков погода легкий снег красота это рекорд пока что это рекорд но есть прохождение на 12 дней но там последние дни чувак сидел вот этот он просто уже не мог не ходить никуда ничего делать он просто сидел и потихонечку загибался поэтому формально конечно 12 дней но по факту это так уже такие дни были ни о чем видео есть на канале посмотрите стрим там запись стрима была так поэтому вот у нас восьмой осознанный день и давайте его не прощелкаем проблема у нас с водой и опять у нас проблема с едой откуда сильный голов вчера же так нормально подкрепились так хвою что ли подпалить мне можно пока не подпаливать нам нужна вода и нам нужна еда у нас по моему еще есть коренья есть мы сможем построить 4 супа построить но коренья заканчиваются то есть это последние 4 супа которые у нас будут дальше надо будет жрать вот эту всякую хрень от этого кстати от мухомора глюны начинаются от этих кстати тоже глюны начинаются и вот от психотерических грибов тоже все плохо будет от этого не сварение будет ну в общем давайте мухать чуть-чуть пожжем вот так сделать давайте еще чуть-чуть красота поэтому нам нужно решить вопрос сейчас и с водой и с едой так для вопроса с водой если мы найдем уголь мы сможем фильтровать побольше я не знаю насколько побольше но эта хрень называется большой фильтр ну значит должно быть существенно побольше потому что если он делает 3 а будет делать 4 ну с другой стороны 4 тоже за одно действие всех напоить тоже неплохо потому что одна капелька 20 то есть как бы несколько дней потопить воду и на всех хватит поэтому большой фильтр было бы хорошо и попутно было бы неплохо ой смотрите там их прямо 2 сразу в одном месте рискованный так а вот здесь мы не были средний рискованный можно попробовать пройти но шишки хвой это не еда вот еда можно пойти сюда лапнуть потом дернуть сюда лапнуть так риск риск очень много не хочется ходить клеток хотя нам надо то одно действие на стройку и два действия на топку в крайнем случае ну даже одно на топку одно на готовку топки т2 ну смотря сколько делает фильтр если он делает 4 то топки т2 тогда лучше сделать чтобы и поесть и попить и стройка тогда стройка топка топка одно действие нужно здесь на готовку подсохранить после похода но в прошлый раз мы нормально сходили мы 3 действия вообще сохранили все действия почти остались у нас мы только за выход из лагеря потеряли тогда эти сидят а эти наши ходоки опять отправляются в поход но надо понять как их посылать так раз два поиск три поиск а стойте тут уже рискованно шарится то здесь уже не надо поиск делать тут рискованно тут рискованно тут везде рискованно теперь лазить но нам нужен уголь блин но уголь значит у паровоза тогда раз безопасный дернуться сюда рискнуть по вот этим зонам не лазить потому что здесь рискованная зона за кучку грибов ну тут много всего конечно но нам это сейчас все не очень нужно мы лучше эти грибы вон там выцепим где-нибудь я мою грибы то кончились уже но где-нибудь в другом месте ладно на этот день нам воды только не хватает так здесь средний вот здесь бы я бы покопался но угля то тут не будет уголь он был тут значит он сейчас вот тут должен быть зайцы не будем шугать а вот кстати грибы тогда идем раз поиск два поиск с рискованной в рискованной зоне я как-то копошился и начали стрелять и пришлось убегать но куда деваться давайте ходокин ходокин значит сюда раз ищем что есть грибы шишки и всякая шняшка да ну берем все тащим все в норку немного грибов нашли ой 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 не та кнопка не та кнопка хотел в мешочек залезть хотел в мешочек посмотреть сколько грибов взяли блин как бы сейчас ну ладно нам нужно одно действие на готовку всего это я конечно напрасно напрасно и идем сюда минус 1 да поиск оп бандюганы так во время опасности иногда тело действует инстинктивно а ум отмечает события с некоторой задержкой вам кажется что сначала рикошет отколол кусок коры прямо рядом с вами и только потом вы услышали грохот выстрела эхом раздавшийся в широкой долине еще одна пуля попала в замерзший откос случайно образовав причудливую форму в глине только тогда вы бросились бежать рано шок бегите к деревьям град пуль усталость бежим 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 бандиты потеряли сред мы вернулись в лагерь так там смотрите какая-то берлога смертельный риск блин гады давайте смотреть что у нас получилось у нас получился шок это мы исправим сейчас одной сигареты мало двумя исправим у нас кровотечение которое мы исправим сейчас уходом вроде как уходом даже тряпка не нужна и у нас останется еще пять действий останется пять действий но будем смотреть тогда сейчас что с ними делать так уход ты сюда а тебя пусть ухаживает вот этот хотя постойте вот это пусть ухаживает потому что может быть сейчас еще и стройка какой-нибудь займемся плюс 30 любви к ней плюс к здоровью плюс боевой дух видите даже тряпка не потратилась уход короче гораздо эффективнее применять чем вот эти перевязывания бестолковые от перевязывания нету толку дальше 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 у нас нет воды и мы ее будем киптить по 3 3 разное по 3 это нам даст 9 4 на суп 4 на всех чтобы не было жажды не было голода усталость с объем так это три действия и у нас останется еще два и можем построить что-нибудь можем что-нибудь построить например чистокол солидный например почему бы и нет так обеспечивает дополнительная защита от ветра использование предмета из групп инструмент повышает качество конструкции а это да уменьшает повреждения но он силки нам даст ставить то есть либо чистокол мы сейчас построим тогда нет не построим что я обсчитался мы будем сейчас кипятить 3 раза воду и один раз готовить суп поэтому не не прокатит хотя можно попробовать два раза воду два раза воду и один раз суп этот не устал этот с этим может поработать давайте две воды сделаем тогда так устала воду кипятить так раз и два две воды посмотрим сейчас как у нас будет голод жажда может быть не будем третью воду может быть едой сейчас так вкусный суп нам не подходит нам нужен обычный суп из кореньев или вкусный сделать а нет это тоже голодная 42 нет кормить надо в этот раз всех тогда делаем суп на четверых не грибной а обычный овощной так вари 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 и у нас осталось две воды вот сейчас мы всех покормим по разу и после этого проверим что будет по жажде тебе 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 и тебе жажда осталась у всех четверых и это плохо потому что воды всего две и тут 75 60 60 ну конкретно такая жажда поэтому придется не строить в этот раз придется еще раз накипятить воды блин жалко конечно что фильтр не удалось хапнуть в смысле уголь не удалось хапнуть приходится столько действий тратить на фильтрацию так и осталось одно действие зря я вот это потратил лучше вот это был хотя он может быть тоже быть получил бы усталость тогда никакой разницы не будет так ей воды ему воды ей воды ей воды а у этой все в красную ты что такая водохлёб то у нас а ну да ладно а у этого еще и голод не прошет да и жажда не сильно упал нет но по-любому нам надо туда за углем красться зараза ладно так одно действие осталось ну давайте сделаем то что и делали еще воды на завтра так кого мы отправим спать у кого усталость больше всех 43 36 тут вообще дэшка 42 бабушку мы отправим спать так отдых сон а эти пусть сидят тут ладно голод практически сбили у одного остался жажду но жажда опять завтра будет у всех уже розовая придется не знаю опять придется блин походу проще один раз сбегать на реку набрать там воды много и грибов потому что грибы то тоже доедаем надо фильтр конечно ладно мы сделали все что могли если можно этому поганку скормить хотя глюки пойдут у него но нафиг вот вот эти мух сожжем а шишки вот еще есть хотя ладно больше не будем потому что не холодно а видимость нам незачем повышать вокруг враги сергей ночь ой 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 что происходит письмо наступает ночь и как обычно вы убеждаетесь что ваши припасы надежно защищены и что у вас достаточно хворста чтобы согреваться до утра тем временем сергей сидит под деревом спиной к вам может он тайно что-то подъедает умник коллега иванов если я вижу что вы взяли дополнительную порцию сергей оборачивается пряча что-то за пазухой спокойно я ничего не краду я уже иду да а что вы там прячете парень внезапно останавливается колеблись да так ничего такого идите мы уложим хворост до того как стемнеет сергей иванов мы обещали делиться всеми богатствами тайги и ничего не скрывать для себя полноте да будет вам явно сконфуженный сергей вытаскивает из-под рубашки исписанный листок я пишу письмо у меня с трудом получается потому что поэт из меня никакой да и времени мало в любом случае дни короткие и после работы у меня редко бывает достаточно света чтобы закончить письмо а можно узнать как зовут любимую наталья ну почему сразу говорит что любимая вы читали через плечо ха ха нет парень это румянец тебя выдал это может быть признаки температуры просто так ничего этот квест не дал нам так много текста так мало смысла для наших припасов для нашего выживания ладно они пытаются просто нам разработчики атмосферности добавить спасибо им за это одной ногой в могиле нет я не хочу этот боевой дух упадет кому что суждено это тоже какое-то нытье и паранойя сергея паранойя сергея это вообще опасно когда паранойя сергея столкнулась с глюнами от грибов он костер кинулся тушить и все замерзли нафиг остается вот эту вот и вот эти две ерунды но они действительно ни о чем потому что они будут ругаться вот минус пять минус пять так ренегаты уже там давайте вот это наконец-то говорить со смыслом это мне кажется чуть-чуть вежливое обращение увеличить о кстати смотрите первый квест а и сразу два дня до завершения а в зависимости от того когда квест открывается оно счетчик от начала игры потому что когда я в начале игры открывал там было несколько дней на эту ерунду а тут раз уже сразу два прикольно так классовая борьба тоже про классовую борьбу не очень давайте про обломки поезда она скажет что она выживет в вагоне появится квест чтобы она опять минус восемь но не от грабителей давайте подумаем но не от грабителей давайте скажем так минус пять минус один плюс один ну чуть-чуть поругались ладно знаки дровосеков но я не делал этот квест еще можно попробовать нам завтра все равно придется либо за углем либо за водой падает падает бы вы дух так а у всех по двоечке а почему всех же накормил из-за жажды да видите жажда начинает подкашивать нас потому что было а нет нет это не из-за жажды это вот это я так понимаю боевой дух тест боевой дух тест персональный боевой дух плюс вот этот видимо да или из-за жажды в принципе два негатива должны давать минус единичку но вроде хороший дух может ее отменить но у нас дух в лагере вообще ни о чем а тут еще и три а тут вообще смертельный голод да ты заколебал ты съел супа вчера полную порцию проглот ладно у нас есть восемь действий и это неплохо и новый день новый девятый день ой ночью ужасно подморозило и как только утром подул ветер деревья начали бомбардировать вас тяжелыми сосульками но это чертовски опасно одному из вас только чудом не выкололо глаз вы укрываетесь под ветвями и пережидаете это нападение матери природы пока наконец деревьям уже нечего бросать вас сейчас еще получат раны какие-нибудь никто не получил нет все по два никто не испугался ооо интенсивный снег пошел но это плохо теперь надо конкретно топить хотя у нас есть еще чем топить рискованно рискованно как будто стало больше бандюганов четырех вижу уже на карте надо думать тут надо думать что делать потому что этот опять проглот Иваныч голодный проглот Иваныч наш а варить да уже нам нечего стухли какие-то припасеке ладно давайте оставим оставим в этот раз у нас два этих и два хотя можно сделать вкусный суп три порции и у нас три воды как раз накормим проглота накормим ну кого-то из двух этих а нифига не хватит я понял сейчас точно проверим но но не хватит три овоща три овоща не хватит да на грибной не хватит на три овоща не хватит на обычный суп в общем на суп нам не хватит теперь вот такие вот дела то есть нам нужно идти за грибами по-любому сейчас либо за вот этим где оно за кореньями короче нам надо идти за водой ну либо топить за едой потому что еды мы тут не нарубим по-любому себе либо строить но до силков еще нужно дотянуться из этой штуки и опять же это не в момент костер топить куча проблем вот надо будет их решать чтобы узнать как они будут у нас решаться эти проблемы подписывайтесь на канал колокольчик нажмите обязательно а то в юга сдует новые серии и никто не узнает чем все закончится а вот что там еще надо сделать обязательно лайк поставить, комментарий написать спасибо за просмотр пока